Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар, обсудим с вами комментарии, конечно же. У нас небольшая рубрика по комментариям и комментарии под влогом Лоркиным. Одни оправдания и жрачка. Юля Стар. Ну что, поехали! Подписчики, мне все эти комментарии с разных аккаунтов от Лорисона под их видео напомнили фильм «Сплит». Главный герой страдает шизофренией и многоликостью. Там у героя было 23 личности, настоящее имя Билли Миллиган. Так и у старостенчих, походу, какие-то многоликости. Писать самим себе хвалебные оды с разных аккаунтов верх шизофрении. Я, ребят, не знаю. Сами пишут, не сами пишут. Но если не сами, а кто-то пишет, то, видать, такие же недалекие, как старостенки, такие же обжорливые. Вы знаете, я не удивляюсь. Потому что, ну, я всегда же приплетаю Уралочку, которую смотрю. И она не меньше старостенки. Может быть, даже и больше. Так вот, ребят, там тоже лизоблюдов полным-полно, которые ждут ее рецептов хрючева, которые одобряют ее обжорство. Ну и, собственно, сами такие же они не скрывают, что они там огроменные такие. Поэтому и пишут хвалебные оды. Поэтому я не удивлюсь, что у старостенок есть свои хомяки, которые, ну, собственно, и пишут хвалебные оды. Но я думаю, что не все. Я думаю, что старостенка тоже там лорка, да, хлорка старается. Угу. Дальше. Я верю про больницу. Еда хоть выглядела прилично, они особо такое хрючево варят, что смотреть стрёмно. Знаю, что в Голландии всех кормят одинаково. Моей приятельнице делали там операцию. Так принесли сосиски и картошку, пюре разводную. Сказали, вам лучше это не есть, только йогурт. Нафига принесли? Тогда не поняла. Пришлось мне и есть. Да, вот действительно странно. И меня это тоже вот как-то возмутило, напрягло, как человек, который болеет диабетом, может есть пищу, которая, ну, скажем так, противопоказана. Дальше. Жиротвы Лариса показала на три дня. И то более. А в больнице она на второй день. Людей за дураков держит. Может быть, она товар повезла в Украину. Заранее заготовили ролики. Тем более голос её наложен на ролик. Они всё умеют и склеят несколько роликов, хоть один, хоть бы что. На самом деле, да, там голос наложен на голос. То есть, вот, насколько вот я как понимаю, да, как блогер, видео она записывала с голосом, но наверх она наложила просто свой голос. Вот и получилась неразбериха. То есть она как будто находится в какой-то столовке, и не убрав голос оттуда, она на этот шум накладывает свой. Ну и дальше. Это тоже как-то неправильно. Хотя, ну, может и так, но для меня это, ну, как-то, знаете, в Европе, чтобы такое было. Я вот говорила, как у нас, у нас нет такого. Если человек имеет какие-то заболевания, да, и у него отдельное питание, никогда в жизни общий стол ему не будет показан, а будет противопоказан. Только девятый стол – это отдельное питание и продукты, только те, которые можно. Дальше. Очень интересно. А они свою инвалидность подтвердили в Германии? Ну, а как они подтвердят свою инвалидность? Вот, может быть, пыркается, мыркается лорка, не знает, что делать. Дальше. Ау-у, люди. Лариса блефует. Сосиски и сардельки не дают в больницах. Ни разу не предлагали. Я иногда тоже по болезни попадаю в больницу, и то, что она показывает, что Лариса где-то свистнула и наложила свой голос. Нет, в видео, которое она озвучивает, там её голос тоже присутствует. То есть голос её, и ещё на это видео наложен её голос. Ну, и в ответе прочитала, в Голландии дают на ужин. Аж два сама доедала за приятельницей. Две сама доедала за приятельницей. Видите, везде всё по-разному. Сосиски в больнице, и ещё и диабетикам странно. Дальше. Оля опять Лариса всех обвела. Это точно ролик не из больницы. Возможно, она где-то взяла этот ролик и наложила свой голос. Там два её голоса. Один озвученный уже видеоролик с голосом. И наверх её голос наложен. То есть это её ролики. Она не могла их нигде свистнуть. Единственное, если она не в больнице, а, может быть, и правда, в какой-то столовой. Дальше. Вот там, где она в общей столовой, звук, конечно, странный. Что-то она намухлевала. Я вот поражаюсь. Как она в таком тяжелейшем состоянии вдруг решила прихватить весы? Врачи аж целый вертолёт собирались вызывать. Насколько она была плоха. А Лариса, превознемогая все болезни, хватается за весы. Срочно надо знать вес порций. Зачем тебе взвешивать порцию? Ты что, не видишь разницу своего ведра и больничной порции? Купи маленькие тарелочки, чтобы не вмещался перебор. И три-пять раз в день питайся. Всё. Какое три-пять раз? Ребята, это она нам на показуху показывает эти тарелочки, этот вес. Как только она сядет за стол вместе с Юлькой и понесётся опять это прожорство бесконечное ведрами, тазами, выворками. Вы думаете, они остановятся? Их и болячки не остановят. Одна вон едва ходит, уже один шаг сделает, пыхтит, задыхается. Да и вторая тоже. И пофигу. Всё равно тащат эти телеги, жратвы. Сунут и сунут. И кому они их сунут? Вот она орёт, что вы же мои порции не видите. Вы же не видите, сколько я за кадром ем. Ну да. Похоже, значит, у тебя всё сжирает Юлька. Это ж надо. Ага. Только за кадром ты кричишь, что ты обожралась. Ну и дальше. В психиатрических отделениях в Германии, где приводят в чувство людей после алкашки и наркоты, в таких отделениях общая столовая. Слушайте, аплодисменты комментатору. Ну а что? Кто его знает? Они же там не выходили на связь. Бухали, жрали. Может быть, может быть, всё может быть. И перепой, да. Ну и дальше. Вот явилась лорка с чемоданом, с селфи-палкой, кухонными весами в больницу. А зачем прихватила с собой весы? А вдруг ей не докладывают порции, что в приискуранте указан вес блюд? Вот дома бы перед подачей на стол и взвешивали бы по норме, а не тазами на весь стол из десятка блюд. А тут она решила проверить. Неужели непонятно, каков должен быть объём на один приём пищи? И вообще ей очень нравится пребывание в немецких клиниках. Где ещё она так будет шикарно жить? Ребят, я всё равно ещё, вот до сих пор я всё равно не верю в эту клинику, что она находится в клинике. Меня вот возмутила эта вот столовка, хотя мне в комментариях написали по поводу столовки, что там есть буфет, где можно якобы там купить, да, дополнительно к тому, что подают в палате. И, знаете, всё возможно, что не дожрала Старостенко, да, и попёрлась, если она лежит в больнице, и попёрлась дожирать. Потому что, ну как так, дома привыкла жрать, а тут не доело, скажем так. Ну что тут этот картофельный салат? Ерунда какая! Таких тазиков с картофельным салатом ей штук десять надо, и то будет маловато. Ну и вот зачитаю этот комментарий. В Германии в больнице дают пресс-курант, и ты сам выбираешь себе еду на неделю. Завтрак стандартный, булочка, масло, сливочная колбаса, сыр и кофе или чай. А на обед то, что заказывал, то и принесут. Ужин такой же, как завтрак почти, только вместо булочки хлеб, и вместо кофе чай, любой сорт. Да, обед дают без хлеба. Да и хочу добавить, в больших больницах есть кафешки для посетителей. Там и больные могут затариваться. Помимо больничной еды, которую приносят в палату, возможно, отсюда и слышатся другие голоса. Вот, если она и в больничке, то, возможно, в столовке дожирает, не дожралась у себя в отделении, в палате, дожирает в общей столовке для посетителей, ну и пациентов. Ну и дальше хороший комментарий. Я диабетик второго типа, то есть не на инсулине. Когда в больнице заполняешь меню, то отмечаешь, что ты диабетик. И если в заказе превысил количество углеводных единиц, то диет сестра его откорректирует, вычеркнет лишнее. А к диабетику первого типа, то есть на инсулине, отношения еще строже. У нас в больницах еду приносят в палату. Конкретно каждому шведского стола нет. Общая столовая только в реабилитационных клиниках или санаториях, где завтрак и ужин – шведский стол. А обед по заказу, как по крайней мере на нашей земле. Но, думаю, правила больничных страховок одинаковы для всех. Картошку можно и диабетикам. Все в меру. И зависит от способа приготовления. И пусть Лариса не бравирует, какие большие порции, какие тарелки. И порции, и тарелки нормальные. Средняя выкладка такая, как будто поверхность занята. Спасибо огромное вам за разъяснение. Вот и я, ребят, считаю, что если и правда заполняешь документы и меню, то указывая, что ты диабетик, тогда тебе действительно будут приносить правильную еду. Слушайте, может, если она даже в больнице, то она и не отмечала, что она диабетик, дабы не голодать от меню для диабетиков. Но что-то в прошлый раз. Ой, она там прям и сахар измеряла. И так беспокоилась. А теперь она что-то про сахар-то забыла. Уже про порции вспомнила. Слушайте, чудеса чудесные. Ну и дальше неудоумевает Лариса, что у неё было, что было. Почему был серьёзный приступ? До Пасху лихо отпраздновала с сестричкой Юлей. Непомерная еда и алкоголь. Вот и вся причина. И когда уже до этих женщин дойдёт, что им пора остановиться, перестать жрать и употреблять спиртные напитки? Приплыли. Здоровье своё уже проели и пропили. Вы знаете, на самом деле такие люди, они не остановятся. Они тебе будут в глаза говорить одно, а за глаза делать другое. То есть жрать и бухать. Это зависимость. И это серьёзно. И когда есть зависимость пищевая, зависимость алкогольная, здесь вообще всё сложно. Потому что такие люди, они не имеют другого смысла в жизни, кроме пожрать, выпить, поспать. Для них работа – это катастрофа века. А остаться без жрачки – это ещё хуже всего. Ну, точно так же, как и без алкашки. Вот они и как приехали. Похоже, они хорошенько-хорошенько подсели на это всё. А теперь их просто невозможно остановить. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok